Вот такой маленький зал, который никуда не годится. Холодно зимой, жарко летом. Представляете, вот в этот маленький зал, по 15-20 человек забиваются. О какой тренировке это может вообще идти речь? Дышать нечем. Проблемы с финансированием сейчас во всех видах спорта. Проблемы с залом у нас конкретно. То есть этот частный зал, сейчас обанкротился у нас хозяин. Поэтому мы ищем, конечно, выход на другой зал, где нам тренироваться, где проводить соревнования. Соревнования тоже негде проводить, залов нет. А если арендуем, значит там аренда просто, как сказать, бешеная. У нас нет своего зала для проведения тренировок, у нас нет своего зала для проведения соревнований. Нам каждый год приходится упрашивать кого-то. Проблемы есть почти у каждой Ивановской спортивной школы и у Федерации. С площадями для тренировок, с финансированием. У всех свои сложности и с проведением турниров, особенно крупных, всероссийского уровня. Частично преодолеть трудности помог бы Дворец игровых видов спорта, где предполагалось проводить тренировки по баскетболу, волейболу, мини-футболу, гимнастике и единоборствам. Дворец начали строить в 2012 году, но из-за недостатка средств в 2015 работы приостановили. Хотя треть пути уже пройдена. Возведены стены, смонтированы трибуны спортивного блока, сделаны полы арены, совершены кровельные работы и наружная отделка фасада спортивного блока. Сейчас объект законсервирован. Здание круглосуточно охраняется. Сейчас у нас основная задача – это войти в федеральные программы, те, которые есть у нас по дострою объектов. А вторая задача, которая у нас не вытекает из первой – это именно поэтапный ввод. Поэтапный ввод сейчас мы прорабатываем с подрядчиком возможность. И такая предполагаемая возможность есть. И необходимо порядка 100 миллионов рублей. Будем стараться и в ближайшее время предусмотреть в бюджете города на 2017, 2018 и 2019 годы. Чтобы достроить все здание полностью, потребуется 505,5 миллионов рублей. Предусмотреть такие средства из бюджета города, который составляет 6 миллиардов, невозможно. Объем работы, который предстоит еще выполнить, существенный. Построить автономную мини-ТЭЦ, сделать полы и перегородки, внутреннюю отделку помещений, проложить и присоединить коммуникации. А потому забросить тренировки и ждать пока достроит дворец – абсурдно. Уже давал я задание предоставить мне сетку занятий всех муниципальных учреждений в сфере спорта и молодежной политики. Для того, чтобы как раз решать проблемы всех спортивных федераций и предоставлять им площадки для проведения занятий. Чтобы решить все проблемы ивановского спорта единочасно, нужно ремонтировать существующие залы и находить дополнительные площади. Ищем везде, вплоть до торговых комплексов, вплоть до высвобождения времени в образовательных школах. Потому что нам общеобразовательные школы тоже очень помогают в плане поиска площадей и урегулирования планов проведения мероприятий. Ну и субсидиями помогаем, чтобы сами наши партнеры и коллеги искали площадь самостоятельно. Результаты таких поисков уже есть. Этот зал, который раньше относился к заводу «Автокран», совсем недавно передан в оперативное управление городской администрации. И теперь здесь открыта запись группы на бесплатные тренировки по самбо. Очень приятно было от руководства города услышать. Они сразу предложили нам ставки в клубе «Восток», чтобы мы смогли поддержать бесплатные группы здесь, секции. От «Востока» выделили нам ставки инструкторов по спорту. И мы уже можем здесь спокойно развивать детский спорт бесплатно. Здесь тренируются около сотни ребят. Сейчас условия не идеальные, но уже летом заменят окна, сделают косметический ремонт зала, раздевалок, туалетов и душевых. На примете у городских властей есть еще и другие залы. Например, у того же завода «Автокран», который можно было бы приспособить для занятий спортом. Мы проводим аудит, смотрим, какие помещения высвобождаются. Вот, например, недавно совсем к нам пришло предложение взять помещение УМВД. Но дело в том, что это федеральная собственность, это определенные процедуры. Безусловно, мы эти площади сейчас же будем рассматривать. Мы будем выезжать, мы будем смотреть, какой алгоритм передачи. Буквально на Велишской есть спортивный зал, там УМВД как раз нам прислали. И мы планируем это делать. Это вот первое. Второе, да, есть площади, которые могут быть реконструированы. И сейчас мы обсуждаем это на уровне замглавы и с главой будем обсуждать. Есть мысли реконструировать, например, под трибунные помещения на текстильщике, восстановить стадионный автокран «Восток». Планы есть, но были бы деньги, чтобы их реализовать. Любовь Почерникова, Денис Денисов, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.